Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 28 сентября. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. Репортаж о том, как в этом году проходит ежегодная экологическая акция «Дни чистой Волги», в ходе которой волонтеры-добровольцы дважды в год, весной и осенью, очищают от бытового мусора берега водоемов Ульяновской области. Как правильно воспринимать рекламу? На какие детали в рекламных объявлениях следует обращать внимание? Расскажет ведущий специалист-эксперт отдела финансовых рынков и рекламной деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области Наталья Курчангина. Бывший сотрудник исправительной колонии в городе Ульяновске лишен свободы за получение взятки, за способствование незаконной доставки в исправительное учреждение, партии наркотиков и сильнодействующих веществ. С подробностями нас познакомит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Шестой месяц на территории Ульяновской области реализуется российско-японский проект RG Region, направленный на снижение избыточного веса его участников. Подробнее о содержании и первых итогах реализации проекта расскажут советник губернатора Ульяновской области по направлению здравоохранения, администратор регионального проекта укрепления общественного здоровья и координатор российско-японского проекта RG Region на территории Ульяновской области Валентина Караулова и заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, куратор одной из групп, контролирующих массу тела, Лилия Кириллина. О поддержании здоровья и физической формы с помощью несложных физических занятий, которые можно выполнять даже в домашних условиях, мы будем говорить с министром физической культуры и спорта Серебряного правительства Ульяновской области Александром Лешиным. Ежегодно, начиная с 2012 года, в Ульяновской области проходит экологическая акция под названием «Дни чистой Волги». Дважды в течение года, весной и осенью, участники акции выходят на берега Волги и убирают накопившийся здесь мусор. Традиционно в акции принимают самое активное участие школьники, учащиеся в высших и средних профессиональных учебных заведений, представители общественных организаций, бизнеса и органов власти. В очередной раз они вышли навести чистоту и порядок на берегах Волги в эти сентябрьские дни. Постоянный участник экологической акции «Дни чистой Волги» заместитель председателя Ульяновской областной общественной организации охотников и рыболовов Павел Захаров так ответил на вопрос, почему эта акция популярна, в частности, среди охотников и рыболовов. Они тоже хотят видеть, чтобы Волга была чистая, рыбных запасов там было достаточно, чтобы можно было активно провозить свой отдых на берегу Волги, что это доставляло удовольствие рыбаку и членам его семьи. Можно было выехать и спокойно отдохнуть. И приятно, когда незахламленная территория, она ухоженная, имеет вид приятный, неистерзанной человеческой цивилизации. Да, я тоже обратил внимание на то, что весь убираемый сегодня мусор оставлен какими-то отдыхавшими здесь летом людьми. И вот такие горы бытовых отходов здесь появляются каждый год? Бывает и хуже, но я сегодня немножко удивился, все же почище. Значит, сознание у населения растет и все же стараются оставлять места, чтобы они были не такие захламленные и загаженные бытовыми отходами. А вот что об акции «Дни чистой Волги» рассказала также всегда принимающая в ней участие исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина. По поручению губернатора с 2012 года на территории Ульяновской области реализуется акция «Дни чистой Волги». Данная акция проходит в два периода. Это весенний период акции и осенний период акции. Данная акция проходит на территории всех муниципальных образований области. Независимо располагается он на водоохранной зоне реки Волга, либо нет. Основная цель акции «Дни чистой Волги» – это, естественно, очистка берегов от мусора. И, наверное, идеологическая цель акции – привлечение населения к проблематике загрязнения берегов твердыми коммунальными отходами, которые, увы, производим мы сами, жители Ульяновской области. И вторая наболевшая проблема – это загрязнение реки Волги стоками промышленных предприятий. Хотелось бы отметить, что на территории Ульяновской области реализуется национальный проект «Экология», в который входит два федеральных проекта. Это сохранение уникальных водных объектов и оздоровление Волги. В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» на территории Ульяновской области реализуются такие мероприятия, как реконструкция и строительство новых очистных сооружений, что позволит нам уменьшить объем сбрасываемых стоков в реку Волгу. И второй федеральный проект – это сохранение уникальных водных объектов. Основная цель данного проекта является расчистка русел рек, выпрямление русел рек. И такие реки, как Усть-Тюрень в Корсунском районе, уже почищены. И жители радуются вот той красотой, которая на сегодняшний день является результатом данных работ. Также на 2021 год нами запланированы работы по расчистке двух рек в Чердоклинском районе и в Старой Майне. Также в данный проект входят работы по берегу укреплению. На 2021 год запланированы работы по укреплению берегов в Старомаинском районе, в Новоульяновске, в Сенгелеевском районе. В рамках реализации федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, также Министерством природы и цикличной экономики, заявлены работы по расчистке реки Свияги. 47 километров реки будут включены в проект, и с 2022 года мы планируем приступить к работе. И один из региональных проектов, который также реализуется по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова более 10 лет, это благоустройство родников. Более 600 родников у нас уже благоустроены. В 2020 году всеми муниципальными образованиями проведены работы по благоустройству родников, которые были заявлены населением. Так значит, участники этой акции не ограничиваются только очисткой берегов Волги, но и уделяют внимание другим водным источникам нашей области? А можно ли хотя бы примерно посчитать число активистов, стремящихся сохранить чистоту наших водоемов? Ряды наших волонтеров составляют более 600 человек. Это наша эко-армия. Они убираются на всех водных объектах, всех муниципальных образований. То есть вся Ульяновская область участвует в данном проекте. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» будни. Факты, события, комментарии. К информации, размещенной в рекламе, надо относиться с осторожностью. Не следует безоговорочно верить всему, что вам обещает реклама. Как правильно воспринимать рекламу, на какие детали следует обращать внимание, я прошу рассказать ведущего специалиста-эксперта отдела финансовых рынков и рекламной деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области Наталью Курчангину. Прежде чем покупать рекламируемый товар или соглашаться на рекламируемую услугу, целесообразно дополнительно оценить, действительно ли вам нужен этот товар, услуга, правильно ли вы понимаете его свойства, цену, условия приобретения. Также не следует слишком серьезно относиться к актерам, которые снимаются в рекламе, поскольку в данном случае они играют роль, предусмотренную рекламодателем, и произносят слова в рамках данной роли. Участие актеров в рекламе не всегда означает, что они сами являются потребителями рекламированных товаров-услуг. Чтобы не обмануться в своих ожиданиях сформированной рекламой и получить полную информацию, следует проверить характеристики и стоимость рекламированного товара в дополнительных источниках или изучить информацию о предлагаемом товаре на сайте соответствующего продавца или производителя. Для примера реклама, в которой говорится, что продается что-то в рассрочку под 0%, не стоит забывать, что главной целью распространения рекламы всегда является продажа рекламированной товара или услуги. Соответственно, если в рекламе содержится обещание бесплатного получения товара или оказания услуги, к такой рекламе следует относиться с дополнительным вниманием и осторожностью. Так, несмотря на обещанную в рекламе бесплатность при получении товара, возможны дополнительные затраты. Например, могут взиматься комиссии или могут возникнуть обязанности приобретения другого товара. А рассрочка предоставляется на пару месяцев и, например, с 50% предоплатой. А еще в рекламных объявлениях часто можно встретить такую пометочку «звездочка». Она тоже что-то обозначает? Да, под «звездочка» рекламодатель чаще всего размещает какое-то пояснение. Обычно оно достаточно объемное, поэтому его пишут мелким текстом. К сожалению, и довольно часто в таком пояснении рекламодатель более детально описывает рекламируемый товар, условия приобретения, например, кредита, какие-то особенности, которые принципиальным образом меняют предложение, которое дается в рекламе. Некоторые фразы в рекламе выделяются жирным или ярким шрифтом для привлечения внимания. Заказчик рекламы обычно обращает внимание на самые выдающиеся и положительные характеристики элемента своего товара и делает их в рекламе наиболее заметными. При этом остальные характеристики или элементы товара, которые поясняют, при каких условиях выполняются указанные в рекламе положительные характеристики или которые иногда указывают на существенные условия приобретения товара, пишутся довольно мелким шрифтом. И сложно для восприятия. И именно эта информация пишется под звездочкой. Так что можно сказать, что под звездочкой в рекламе пишется как раз важной информацией. И для того, чтобы избежать введения заблуждений и получить максимально достоверную информацию, можно порекомендовать обращать внимание не только на яркие образы и положительные характеристики товара в рекламе, но и стараться внимательно знакомиться с мелким текстом и различными сносками и звездочками. Ну и если эта в рекламе информация, которая носит существенный характер, написана слишком мелко, проговаривается слишком быстро и не воспринимается потребителями, либо вовсе отсутствует, и не зная ее потребитель вводится в заблуждение относительно того товара, который рекламируется, антивенопольный орган может признать такую рекламу незаконной и запретить ее дальнейшее распространение. И как же поступить, если вдруг реклама обманула? Во-первых, зафиксировать факт распространения рекламы, которая ввела в заблуждение. Что для этого нужно сделать? Для этого сфотографировать рекламу с привязкой к местности, если она висит на билборде или в магазине, размещать в витринах. Максимально сделать больше фотоснимков, чтобы из этих фотоснимков было видно, где распространяется реклама, которая ввела в заблуждение, когда она распространялась. Может быть, просто потребитель невнимательно прочитал до конца эту рекламу. Если реклама, которая ввела в заблуждение, распространялась с помощью листовок, брошюр или печатных изданий, то, естественно, желательно сохранить данную информацию. И также, если листовка раздавалась на улице, хотя бы предположите, в какое время она раздавалась. Может быть, она пролежала в ящике год, и гражданин-потребитель решил воспользоваться данной информацией, соответственно, она уже срок действия не имеет. Ну и часто очень реклама в средствах массовой информации, запись на радио или видеорекламы. В таком случае, конечно, возможно записать эту рекламу, но если нет такой возможности, хотя бы запомнить или записать где-то, в какой период времени, на каком телеканале она распространялась, и ее хотя бы примерное содержание. Это облегчит и работу антимнопольных органов, в случае, если потребитель обратится к заявлению в антимнопольный орган, либо в суд, поскольку потребитель обманутой рекламой может обратиться за защитой своих прав, также получение компенсации или возмещение убытков в судебном порядке. Бывший сотрудник исправительной колонии в городе Ульяновске приговорен судом к лишению свободы на длительный срок за получение взятки, за способствование незаконной доставки в исправительное учреждение партии наркотиков и сильнодействующих веществ. С подробностями нас познакомит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Изолирован от общества в колонии на длительный срок, теперь уже бывший сотрудник региональной уголовно-исполнительной системы, изобличенный прокуратурой Заволжского района города Ульяновска в совершении ряда преступлений. Как установлено, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ исправительной колонии номер 9 УФСИН России по Ульяновской области получил от знакомого 10 тысяч рублей за незаконную доставку в исправительное учреждение партии наркотиков и сильнодействующих веществ. Однако 18 октября 2019 года он был задержан на контрольно-пропускном пункте колонии со спрятанными в одежде и кабурет для наручников, пакетами с гашишем и капсулами пригабалина. На основании представленных прокуратурой Заволжского района города Ульяновска доказательств указано лицо признано судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ, то есть получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, части 3 статьи 30 пункта БГ, части 4 статьи 228 прим УК РФ, то есть покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в исправительном учреждении в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения и приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Вот уже полгода на территории Ульяновской области реализуется российско-японский проект «РДЖИ-регион», участниками которого согласились стать около 100 жителей нашего региона, чтобы с помощью данного проекта снизить избыточный вес. Подробнее о целях проекта, его уникальности и современных технологиях, которые используются при его реализации, я прошу рассказать советника губернатора Ульяновской области по направлению здравоохранения, администратора регионального проекта укрепления общественного здоровья и координатора российско-японского проекта «РДЖИ-регион» на территории Ульяновской области Валентину Караулову. Здравствуйте. И заместителя главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, куратора одной из групп, контролирующих массу тела, Лилию Кириллину. Здравствуйте. Итак, Валентина Грасьевна, в чём уникальность этого проекта, какова его основная цель и на какое время он рассчитан? Дело в том, что мы уже начинали разговор об этом нашем уникальном проекте, который направлен на дистанционный контроль массы тела, и это на самом деле проект, который заключается не только и не столько в соблюдении диеты определенной, а этот проект направлен на изменение образа жизни, направленное на увеличение физической активности, направленное на здоровое питание. Очень сильный контроль при этом должен быть проект. Он рассчитан на 6 месяцев. Вообще планировалось, что 6 регионов Российской Федерации будут принимать участие в этом проекте, но получилось так, что в связи с эпидемией коронавирусной инфекции остались в проекте и реализуем только мы, Ульяновская область, потому что мы посчитали возможным реализацию этого проекта даже в период эпидемии. Сейчас другие регионы, они будут смотреть на наши результаты. Рассчитан проект на 6 месяцев, и вот сейчас уже пятый месяц мы реализуем этот проект. В этом проекте участвуют жители Ульяновской области. Как проходил отбор участников? Каковы были критерии? Да, в этом проекте участвуют только жители Ульяновской области. А каким образом проводился отбор, я думаю, что об этом лучше расскажет Лиля Юрин, как куратор одной из групп. Действие нашего проекта, программа, началось весной, апрель 2020 года. Предварительно всех желающих участников мы посмотрели в Центре здоровья, то есть оценили их антропометрические данные, их сердечно-сосудистую систему, артериальное давление. И серверы с каждым выявили противопоказания, которые могли препятствовать вхождению участников в проект. То есть какие-то серьёзные хронические заболевания, в том числе, например, сахарный диабет, это обострение хронических заболеваний, либо какие-то период острые заболевания, которые могут препятствовать участию в этом проекте. Потому что, как уже сказала Валентин Герасимовна, проект рассчитан на изменение образа жизни самого человека. То есть это правильное питание и увеличение физической активности. Вот это основные две точки отправных этого проекта. Чтобы не было нагрузки, которая могла обострить какие-то хронические заболевания. Лиля Юрьевна не отметила один из параметров, который брался во внимание в первую очередь. Это индекс массы тела. Ведь почему мы заявили, что наш регион должен и будет участвовать в этом проекте? Именно потому, что по исследованию Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2018 год наш регион занял третье место по количеству людей с избыточной массой тела. То есть у нас людей с избыточной массой тела многовато? Многовато, мягко говоря. И в том числе и детей. Но в нашем проекте участвуют только взрослые. У нас участвуют мужчины и женщины. От совершеннолетних до 60 лет. И индекс массы тела от 27 до 37. То есть индекс массы тел рассчитывается и разделенный на рост в квадрате возведенный. Проект современный, инновационный. Поэтому, вероятно, и при его реализации используются современные технологии. Современные технологии в плане контроля используются, безусловно. А вот в плане соблюдения людьми и направленными на изменение образа жизни, здесь я бы сказала, что это не технология. Это, на самом деле, то, о чём, в принципе, знает каждый человек. Понятно, что мы то, что мы едим. То есть наш вес, он складывается с того, сколько мы съели калорий и сколько мы потратили этих калорий. То есть вот эти две основных точки. Суть этого проекта в том, чтобы контролируемый был приём пищи. Не диета, как уже сказала Нитин Герасин, а контролируемый приём пищи, здоровой пищи. То есть здесь идёт снижение употребления калорийной, жирной пищи и снижение употребления соли. Плюс ко всему ещё способ приготовления здоровой пищи, который все мы знаем, это прописные истины. То есть в отварном, в тушёном, в запечённом виде. По количеству принятой пищи тоже очень значительный контроль должен быть. Ограниченный должен быть приём пищи. Плюс ко всему кратность приёма пищи – это тоже важный момент. То есть обязательно по рекомендациям это четырёх-пятикратный приём пищи. То есть обязательный завтрак, обязательный перекус, обед полноценный, второй перекус и ужин. И приём пищи последний должен быть за 2-3 часа до сна. Вот эти важные моменты, которые должны обязательно соблюдаться. Мы консультируем всех участников. И следующий момент контрольный – это физическая активность. То есть каждому участнику выдаётся трекер-шагомер, который он постоянно носит с собой. Двигательная активность там фиксируется. То есть количество шагов фиксируется, общих и количество быстрых шагов. Берём планку где-то до 10-12 тысяч, количество шагов, и быстрые шаги, ну, они там уже фиксируются. Вот эти все параметры, все шаги, вес, артериальное давление ещё имеется, тоже третий момент такой важный. Всё передаётся в приложение «Доктор ПМ». Это приложение рассчитано на работу в телефоне андроиде. Достаточно распространённая версия. Все участники проекта обеспечиваются японской стороной, кроме шагомера, это весы и тонометр. То есть человек обязательно измеряет вес и обязательно измеряет артериальное давление и ведёт дневник. Это, конечно, в определённой степени дисциплинирует каждого человека. Поэтому в данном случае контроль человек осуществляет над собой ежедневно. Куратор групп, мы как раз помогаем, может быть, где-то подталкиваем, ну, я бы даже даже сказала, может быть, заставляем наших участников контролировать эти все параметры. Потому что, ну, мы все понимаем прекрасно, что все заняты, работаем. Бывает где-то, ну, забыл, не померил. Здесь, во-первых, телефон сам напоминает, что нужно эти параметры передать. То есть обязательно нужно измерить, проверить всё, передать их, чтобы видел доктор, куратор и ещё разработчик программы также видят эти все цифры. То есть на такой двойной контроль получается. Вот эти данные, они поступают к вам, вы их видите, и они все идут на центральный сервер, который находится в Москве, и контролируют также кураторы программы, которые находятся в Москве. Даже в Москве? Но этот проект реализуется именно с помощью нашего головного центра по профилактической медицине московской, ну и японской стороной. И надо сказать, что достаточно хорошо работает вот такой дополнительный контроль со стороны врача и со стороны программы помогает более активно участникам нашим следить за этими позициями. Вот по статистике у нас из-за 100 участников, которые вступили в эту программу, только двое отказались, скажем так, по неуважительной причине. Наверное, всё-таки это немножко и леность где-то присутствует. Одна участница отказалась по причине уважительной, по противопоказаниям, и 9 человек отказались по причине того, что трудности в эпидемиологической обстановке нашей не позволили им активно участвовать в пропускной системе на заводе. То есть всего у нас из 100 человек, которые изначально приступили к участию в этом проекте, отказалось 12 человек в общей сложности. Часть из них решили, что мы всё-таки скрываем, но мы будем давать какие-то чудодейственные таблетки, которые приняло, есть не хочется, и бегаешь целый день как заведённый. Но такого нет у нас. И никаких лекций мы не читали, кроме индивидуальных собеседований. Доктора с каждым пациентом, с каждым участником проекта проводили собеседование где-то в течение часа-полутора, потому что человек должен понять сам, готов ли я участвовать в этом проекте, потому что здесь работает сам человек. Ещё раз я хочу подчеркнуть, что это именно не какая-то чудодейственная, допустим, диета. Когда мы стали объяснять, что можно есть и чего не очень можно... От чего вообще нельзя? Да, от чего лучше воздержаться, то люди сами поняли, что, в принципе, то есть можно почти всё, но смотря сколько, каким образом приготовлены, конечно, большой упор здесь на то, что человек должен есть фрукты, овощи. В японской диете на самом деле у них преобладает вот именно растительная пища, фрукты, овощи, рыба, причём самая обычная рыба. А когда мы задавали вопрос, проводили они с нами семинар, приезжали обучающие семинар с нашими докторами, тоже проводили, про рыбу спрашивали, то вот японцы нам рекомендовали больше селёдку и скумбрию, потому что это рыба, которая не выращивается искусственно, которая естественным путём растёт, и от неё вреда, как они считают, совсем нет. Полностью беседу с советником губернатора Ульяновской области по направлению здравоохранения, администратором регионального проекта укрепления общественного здоровья и координатором российско-японского проекта «РДЖ регион» на территории Ульяновской области Валентиной Карауловой и заместителем главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, куратором одной из групп, контролирующих массу тела Лилии Кирилловой, о проекте «РДЖ регион», благодаря которому группа жителей Ульяновской области сумели добиться снижения своего веса, слушайте в вечерней программе радио государственной телерадиокомпании «Волга» на тему дня, завтра, 29 сентября в 19 часов 20 минут. СПОРТИВНЫЙ КЛУБ Сегодня в нашей программе принимает участие министр физической культуры и спорта Серебряного правительства Ульяновской области Александр Лешин. Итак, Александр Васильевич, я помню, в начале года мы с вами говорили о планах работы вашего министерства на 2020 год, но жизнь внесла в него свои коррективы. Как же работает Министерство физической культуры и спорта Серебряного правительства Ульяновской области в этом году с учетом всех тех вынужденных ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции? Добрый день. Первый квартал 2020 года мы работали по старой схеме, то есть мы проводили обучающие семинары «Жизнь без лекарств», встречались ветеранами в центрах долголетия по договоренности с федерациями спорта с спортсменами, и в основном акцент был на профилактику заболевания опорно-двигательного аппарата, был показ определенных упражнений, совместная тренировка, и в основном, и это пользуется большой популярностью, вопросы о здоровом образ жизни, потому что очень много, даже из числа ветеранов, люди вроде бы закаленные, по 2-3 раза болеют или ОРЗ, или ОРВИ, поэтому этот вопрос, вот я заметил в последнее время, даже где-то в 2019-м, он стал очень актуален, больше, наверное, чем даже другие какие-то вопросы, поэтому мы детально рассказываем о профилактике заболеваний, на что акцент. Я уже как-то в одной из передач говорил по пяти направлениям. Первое. 20 минут ходьба босиком, полоскание горла холодной водой, обливание душ, обтирание влажным полотенцем, контрастный душ, воздушная ванна в течение часа, и обливание стоп холодной водой на ночь, можно и в утренние часы. Вот эти пять пунктов, они обязательны, и они приносят очень большую пользу. Это из опыта более трех десятков лет. Поэтому вот эти вопросы, они постоянно задаются, даже на встречах и с студентами, потому что кто-то применяет обливание, кто-то душ, кто-то воздушную ванну, а вот в комплексе все эти пять, они не сконцентрированы. И еще хочу обратить внимание, особенно последнее, пятое. Я считаю, очень большая эффективность, и для себя просто, я учитывал группу порядка 15 человек, все они 100% высказали, что эффект отличный, по итогам 2019 года. Это обливание стоп холодной водой. 5 секунд левая стопа, 5 секунд правая. Холодовая нагрузка, прилив тепла, эффект замечательный. И ветераны очень много задают вопросов непосредственно. Если где-то даже год назад, полтора, больше вопросов возникало по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, то сейчас каждый уже для себя подготовил комплекс, занимается чем-то, а вот по закаливанию вопросы возникали, возникают, и вопросов с каждым разом становится больше. Поэтому мы уделяем этому большое внимание. Встречи проводились и в центрах активного долголетия, и в высших учебных заведениях. То есть, ваша аудитория – это не только люди старшего поколения, не только пенсионеры-ветераны, но и студенты, и школьники? И студенты, и школьники, и очень активно принимают участие, очень заинтересованы, задают много вопросов. Вот по 2019 году я хочу отметить аудиторию в Ульянском государственном педагогическом университете, Ульянский государственный университет, губернаторский лицей. То есть, я не перечисляю все остальные, практически везде интерес очень большой. И особый интерес возникает, когда на этих встречах присутствует кто-то из ветеранов спорта, имея в виду те, которые после 70 лет продолжают активно выступать во всероссийских соревнованиях. В данном случае, вот я приведу пример по Исаакову Николаю Васильевичу, которому в этом году исполняется 89 лет. Естественно, к нему всегда очень много вопросов. И по режиму дня, и по питанию, и по утренней гимнастике, и по тренировкам. Естественно, все это учитывает своеобразно возраста тех, которые задают данный вопрос. Но это пользуется очень большим успехом. Естественно, людей интересует, как человек 89 лет, выезжает и выигрывает всероссийские соревнования. Поэтому это очень удивляет, очень мотивирует людей для занятий физической культурой и спортом. Я считаю, вот такие встречи, не только рассказ о профилактике, но еще вот этот очень мощный импульс, конкретный пример. Наглядный пример. Наглядный пример. Вот то, что я проговорил, это нужно. Вот в течение 30 лет этот метод работает. И вот, как вишенка на торт, живой ветеран, 89 лет. Практическая реализация. Реализация данного проекта, который занимается, как он уже говорил, вот по тому комплексу, который мы предлагаем по заболеванию опородвигательного аппарата, он выполняет этот комплекс 73 года подряд. И чувствует прекрасно. То же самое по закаливанию и остальным вопросам. Очень много вопросов по здоровому питанию. Естественно, мы отвечаем тоже на эти вопросы. Участие в соревнованиях, наверное, сейчас сведено к минимуму? Ну, как я уже говорил, в первом квартале все шло без изменений. По сценарию 2019 года наши ветераны выезжали, занимали призовые места. С учетом введения режима ограничений, с учетом пандемии, естественно, работа была изменена. Выездов не было. Но после снятия определенного ряда ограничений наши ветераны уже выезжали на всероссийские турниры, завоевывали призовые места. Уже упоминавшийся здесь Исаков взял золото на всероссийском турнире в Калужской области. Ну, у Николая Васильевича вообще этот год получился успешным. Он до введения ограничений успел стать обладателем Кубка России. Да. В Санкт-Петербурге проходили соревнования. А сразу после того, как частично ограничения были сняты, он поехал на очень престижный турнир в Калужскую область, в город Жуков, и там снова стал победителем. Он стал победителем в своей весовой категории, в своей возрастной группе. И осенью собирается выехать на очередной всероссийский турнир. Александр Васильевич, Вы сейчас сказали, что к Вам очень много обращается ветеранов с различными вопросами по здоровому образу жизни, по питанию, по физической нагрузке. А вот в связи с пандемией вопросы поступают к Вам? В связи с пандемией вопросов стало в 10 раз больше. Почему? Потому что раньше были встречи, мы разговаривали, объясняли, проводили семинары. С учетом пандемии люди оказались дома, а категория в основном ветеранская, поэтому очень много звонков. Были и в режиме онлайн определенные консультации, но не все передачи в режиме онлайн, очень много телефонных звонков. Вопросы различного характера. Те вопросы, которые они задавали в ходе семинаров, они, естественно, были. То есть это по режиму питания, по режиму тренировок, по закаливанию, но очень много вопросов в связи с пандемией. Хотя общие принятые нормы и правила известны, ветераны задают вопросы. Может быть, нет смысла надевать маску там постоянно, там 2-3 человека в магазине. А какой смысл, если в трамвае там 2-3 человека сидят, я буду надевать маску и никакой необходимости нет. Вот здесь мы уже очень четко и ясно проговариваем. Режим ограничений введен не ради галочки, ради вашего собственного здоровья. Поэтому все меры предосторожности должны соблюдаться на 100%. Независимо, один вы в трамвай, 2 человека или 3, в обязательном порядке. То же самое магазин. Как они сами говорят, раз в неделю поход в магазин, и они стараются приходить в утренние часы, когда мало людей, но там всегда бывают люди. Поэтому, к сожалению, вот приходилось даже убеждать отдельных ветеранов о необходимости ношения масок. Сейчас ограничения частично снимаются, и, может быть, действительно уже нет необходимости и в масочном режиме, и в других ограничениях. Я считаю, это очень актуально и необходимо. Потому что я замечаю даже сам, с общественного транспорта выходят без масок. То есть они находились, видимо, там. Люди расслабились. Люди пришли к выводу, что все закончилось, и ничего страшного нет. И с тем, чтобы не допустить новой волны, необходимо соблюдать, естественно, осторожность. И никаких ослаблений здесь, в плане личного я имею в виду, и быть не может. Маски, перчатки, социальная дистанция, все это должно жестко соблюдаться. Расслабляться рано. Будем надеяться на улучшение ситуации в целом, и будем надеяться, что в ближайшее время центры активного долголетия будут работать в полную силу. По крайней мере, ветераны очень хотели бы снова вернуться к полноценным занятиям. Да, естественно. А пока в данной ситуации я советую ветеранам продолжать индивидуальные тренировки у себя дома, использовать все меры предосторожности и ношения масок, и социальную дистанцию, и в будущем приступить к полноценным тренировкам в центрах долголетия. Всем желаю здоровья, оптимизма, всего самого хорошего. Сегодня в вечернем эфире нашего радио продолжится цикл передач, посвященных классику мировой литературы Антону Павловичу Чехову. В этом году исполнилось 160 лет со дня его рождения. Литературное наследие писателя велико и разнообразно. Мы решили напомнить нашим радиослушателям о лучших рассказах Антона Павловича Чехова, являющих собой образец тонкого юмора, изящества и социальной сатиры. Сегодня вечером в 19 часов 20 минут рассказ «Переполох» прочитает актриса театра и кино Дарья Далматова. Вы слушаете утреннюю программу государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова